От 500 до 1000 рублей в день, да в Омске таксисты получают больше! Вас приветствует хоккейное обозрение Овертайм, и если вы смотрите данный выпуск, это значит, что мы большой и дружной командой отправились в Новосибирск. Вот с этой столь громкой вывеской мы еще поспорим, ну а пока... Работа, проживание, питание, помощь людям... Это, конечно, все здорово, но в первую очередь нас интересуют хоккейные новости. За Михаилом Гуляевым продолжают пристально следить за океаном. Защитник, выбранный под 31 номером «Колорадо Эвиланш» на драфте, заслужил хвалебные отзывы североамериканской прессы. 18-летний Гуляев начал год в качестве основного защитника. Его роль в команде, похоже, растет с каждым днем. Для своего возраста он не боится играть в свою игру, даже если она не всегда бывает идеальной. Он умеет использовать как свое катание, так и пас, чтобы передавать шайбу партнерам по команде. Стоит отметить, что он довольно универсален на задней линии. Не согласиться с этими словами сложно, Михаил действительно смотрится весьма зрело на площадке. Конечно, ошибки есть, но они есть и у куда более опытных игроков, верно? Пока защитник повышает свой айстайм, который с первого матча вырос почти на 6 минут, и прокачивает свой скилл в топ-6 авангарда, заокенским журналистам остается только мечтать, когда же Гуляев приедет в расположение «Эвиланш». А у нас с вами есть возможность наслаждаться хоккеем и следить за развитием молодого таланта. Поразительная магия телевидения. Все, кого мы отмечали в предыдущем выпуске, представили дополнительные поводы вспомнить о каждом из них. К примеру, Андрей Мигур. Во вторник ему исполнилось 22 года, а в минувший четверг я заказывал у него первую шайбу на взрослом уровне. И в этот же день по окончании эфира получил приятный отчет о доставке. Спасибо, Андрей. Настоятельно требуем еще. И ведь не зря я вас настойчиво приглашал на протяжении двух выпусков на матч между Омскими Крыльями и Питерским «Динамо», в котором играют хорошо знакомые нам Егор Сердюк и Павел Елизаров. Молодой защитник в своих лучших традициях, как заправский форвард, отметился на родном льду двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Мораль сей басни такова. Все, что рекомендует овертайм, необходимо брать во внимание. И в продолжение темы, как бы на фарт, давайте отметим Тимура Муханова, который отличился первой заброшенной шайбой на уровне континентальной хоккейной лиги. Эпизод получился поистине красивейшим и достаточно быстро облегчен все возможные хоккейные паблики. И добавить здесь, в общем-то, и нечего, кроме как пожелать Тимуру удачи и непрерывного развития. Рид Бушер разбушевался, и нас это несомненно радует. Форвард, потеряв зуб в матче с Амуром, в следующих двух встречах набрал 4 очка и ворвался в топ-3 ястребов-снайперов континентальной хоккейной лиги. Прямо сейчас Бушер делит третью позицию вместе с Сергеем Широковым. У них по 76 шайб. Следующая позиция вторая, которую удерживает легенда Александр Попов, наколотивший за авангард в континентальной хоккейной лиге 90 шайб. Ну а пока Бушер наращивает обороты, предлагаем вспомнить, как он отличался в матчах против Сибири. Тем более, что из этих 76 ровно 10 пришлись на игры против Снеголиков. Похоже, любит Рид Бушер снежок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казалось бы, обычный матч Авангард-Адмирал. И крайне необычные зрители у меня за спиной. Это те самые пассажиры с того самого самолета, который сел в шиничном поле. Авангард пригласил их бесплатно на хоккей. Я, конечно, не очень, возможно, большой специалист, но в наших кругах пострадавших ходит такая шутка. Кричать мы громко умеем и экшен любим. Поэтому мы сегодня болеем за Авангард очень активно. Рвать Адмиральских на морской крест начал с 27-й минуты матча джокер Михаил Беляев. 25-летнего Лева Крайнего накануне вызвали на подмогу из Крыльев. Он в прошлом сезоне залога забил всего три. Больше шести ни разу в жизни не забивал. А тут бабах и дубль. 2-0. Первая шайба, честно скажем, ковыряшка. Зато вторая, посмотрите, какая красотень. Второй гол вообще красивым получился, да? Да, там хорошо дали передачу. Как вам омонские болельщики в сравнении с ярославскими? Громче, тише? Я думаю, что громче. Хорошая арена, хорошие болельщики. Видно, что поддерживают. Много приходят болельщиков. Я видел, что Пагин забрал шайбу, вам ее отдал. Вот эта шайба кому будет посвящена? Первая? Первая. Моей жене. Она здесь со мной. Недавно приехала. Я очень рад, что она здесь. Быстро получили преимущество. Быстро по традиции его отдали. Обе шайбы пропустило, кстати говоря, четвертое звено. На него было столько надежд в августе, а в сентябре эти трое пока валятся. Рейнкарт минус три, Куликов минус три, Венгоржановский минус два. И одна голевая передача на троих. В начале третьего периода гости вообще вышли вперед. Запахло нехорошим камбэком. Этот запах выветрил Владимир Эдуардович Скачев, сравнявший счет за минуту 40 до конца основного времени. Это был его 99-й гол в КХЛ. В овертайме опять лихо сняли вратаря. Кстати, матч заканчивал Мишуров, сменивший Демченко. И Буше принес побегу 4-3. Порадовали пассажиров рейса Сочи-Омск. Дали требуемый экшен. Я считаю, что это хороший жест, что их пригласили. Надеюсь, за билеты они не платили. Нет, бесплатно все. Да, отлично. Им, наверное, надо немножко развеяться, потому что самолет дело такое. Даже когда немножко потряхивает, ты там 2-3 дня ходишь, такое немножко сбудораженное. А приземлиться на поле, я даже не знаю, какие эмоции люди испытали. Но сегодня я надеюсь, что они немного расслабились. Посмотрели довольно-таки интересный хоккей, да, так скажем, двухсторонний. И они забили, мы забили. Хорошо, что в итоге мы выиграли. Но я надеюсь, им было интересно. Сумасшедший победный матч «Авангарда» с великолепным голом Владимира Скачева, 99-м по счету в КХН. Скоро вас последует сотый, это я забегаю вперед. И в преддверии этого события давайте перенесемся на улицу Рокоссовского, дом 16. Культовое место, вы это сейчас почувствуете? Вот именно здесь начиналась легенда. На этом месте, на этой коробке. Владимир Эдуардович Скачев делал свои первые шаги в большом хоккее. И мы встретились здесь сейчас с родителями Наталья и Эдуард Ткачева. Эдуард, именно тут вы поставили ему катание, просочек, все как надо. Да, именно здесь начинал первые шаги, как говорится, в хоккее. Катание ставили, ну, водку, все, естественно. А мама таскала это на руках? Да. Когда папа был на работе, на руки и вперед, в коньках. Да, он начал заниматься с четырех лет, где-то в декабре 99-го года. И вот каждый день, иной раз по два раза в день мы ходили на коробку. Для него хоккей было вообще на первом месте всегда. Ну и врожденное, наверное, тоже. Есть маленькая гены. Накинута папина, но папа вратарь авангарда, 74-го года рождения. Почему не поставили сына в ворота? Жалко стало? Ну, почему-то сразу решил, что он должен бегать в поле. Когда-то на коньки уже поставил его, более-менее начал кататься. Уже начались, ну, начинали с ним раскатываться, за воротами, то есть через передачку выходить. Ну, то есть хоккей советский, да, который был тогда. То есть я им как-то старался его прививать. Поэтому вот как-то он и старается через пас, через... лучше отдать пас, чем забить. То есть для него вот это важнее. Он живет на Крупской, и вы где-то рядом? Да, мы рядом живем, на перелетах. Насколько он патриот от этого города, этого места, левого берега, вот этой коробки, где он начал играть? Ой, насколько патриот. Ну, когда предложение поступило от авангарда, он как бы сразу рассматривал его. Ну, и новая арена, хотел вернуться к своим болельщикам, наверное, порадовать. То есть для него был Омск, в голове угла, с самого начала. Да, да. Как сильно на него давит Слава, который свалился, его же все узнают наверняка. Наверное, самый узнаваемый Амич прямо сейчас. Ну, один из самых узнаваемых. Как бы это сказать? Честно. Он не медийный, то есть он спокойный человек, то есть, ну, есть и есть. Я не буду вас спрашивать, где вы наблюдали сотую шайбу. Я прекрасно понимаю, скорее всего, это была арена, да? Да. А помните, где вы находились, когда он забил свой первый гол? 26 августа 2016 года. У телевизора, по-моему. Помните, как он забил? Да, адмирал. Первую игру он пропустил, а во второй игре не припомню. Да, перехватил шайбу, подкорулил отскок, подхватил шайбу и своим фирменным бросочком с кистей в девяточку положил этот самый первый гол. Мы с вами встретимся в следующий раз, когда он запросит двухсотую шайбу. Договорились? Договорились. Будем рады. На заключительный домашний матч серии в Умск пожаловал нижнекамский нефтехимик, переживший очередную перестройку в межсезонье. Типичные проблемы. Дисбаланс в сочетаниях, бреши в обороне и позднее зажигание. Команда разгорается лишь к середине игры, и этим уже воспользовались Мельчане, ЦСКА и Северсталь. Впрочем, для авангарда на старте сезона первый период это серьезная проблема. В первых пяти матчах ни одной заброшенной. До игры с Волками мы и Сибирь были единственными, кому не выдавалось отличиться в стартовой 20-ти минутке. Будем надеяться, что Рид Буше, забросивший с передачи Муры Лёва, не выключившегося после собственного момента, прорвало ястребов. Ну а прямо сейчас слово человеку, который в первой же игре сделал результативную передачу. Я еще вчера накручивал себя, можно сказать. Волновался, нервничал, прокручивал в голове все моменты. И как-то так, можно даже сказать, загонялся маленьком. Спал нормально? Ну поздно, но смысл. Было какое-то персональное задание? От Камински или от Ковца? Подошли, сказали, давай уверенно, нагло. Сначала думай об обороне, потом о атаке. Сначала сделай свою прямую обязанность играть в защите. И если будет возможность, то подключайся к атаке. Получается, в общем-то, так и случилось. Ну так и сделаю. Когда забрасываешь первую шайбу, да, обычно собираешься с собой и делаешь подпись. А в случае с результативной передачей что-то? Нет, с передачами такого нету. Просто запомнил этот момент и все. Ну и посвящать никому не будешь? Да, дождемся пятой. Ну, посвящать будут гол. Передачи это пока так, мелочь. Особняком стоит вопрос с большинством, но работа идет, ключики подбираются. В игре с нефтехимиком тренерский штаб при розыгрыше лишнего выпускал на точку Николишина вместо спунера. А также поменял местами защитников в спецбригадах. В целом, неплохо. В перспективе на той же позиции напрашивается появление Михаила Гуляева. Он справлялся с теми же функциями достаточно успешно, еще когда выступал в молодежной хоккейной лиге. Но сейчас чрезвычайно важно не перегрузить планомерно прогрессирующего молодого таланта. И в этом я абсолютно солидарен с Михаилом Кравцом. Так что давайте немного подождем. Но вопросы все же остаются. Да, нефтехимику забросили, причем дважды. Но это нефтехимик, который пропустил от Бориса восемь. Наша первая бригада реализации лишнего отрабатывает на льду по полторы минуты. Устает сама и долгим нахождением на площадке снижает возможность для второй пятерки реализации лишнего сделать что-то полезное на льду. И короткой строкой поговорим о вратарской линии. И здесь все наши надежды связаны с Андреем Мишуровым, который продемонстрировал едва ли не лучшую игру за авангард в карьере на данный момент. Видна работа над ошибками. Он уже не выкатывается за каждой шайбой. На выходах играет осторожнее. И результат налицо. В случае с пропущенной шайбой к нему вопросов и претензий быть не может. Все вопросы и претензии исключительно к полевым игрокам. И это обнадеживает Андрею удачи так держать. Сыграет ли на выезде Мишуров с учетом сегодняшней игры качество? Ну, опять же, он показал хорошую игру. Это одна игра. Впереди другие соперники. Будем с Сергеем Евгеньевичем Звягином решать, кто дальше играет. Хорошо, что на данном этапе оба вратаря показали достойную игру. Молодые в этом матче продолжали зажигать. Причем каждый по-своему. Все мы помним шайбу от конька Андрея Стася, заброшенную в собственные ворота, когда авангард играл еще в Балашихе. Теперь пришла очередь соперника выгребать аналогичную из своих ворот. На этот раз от Никиты Холодилина. На пятаке Дергачев, естественно. Как лоу. Ох, сильно брошено. И шайба! Ползет в ворота! И заходит в ворота! Вот это да! Играл и показал, что он игрок основного состава. Вы видели что-либо более красивое, чем шайба Никиты Холодилина в этом матче? Ну такая, да, шайба интересная. Но, слава богу, залетела. Ну, посмеялись над этим. Рад за него. Я думаю, наверное, так и хотел забить свой первый гол. Интервью с господином Холодилиным мы начинаем с вопроса, который очень просили ему задать его молодые друзья. Порталь авангарда. А не стесняйся его спросить прямо в лоб? А я не постесняюсь. Никита, как тебе твоя первая шайба? Да, ну такая достаточно курьезная шайба. Я не думаю, что у кого-то был такой более запоминающийся гол. Ну, я даже не мог предположить, что так получится, но на самом деле первые впечатления такие, я маленько подрастерялся. Там получилось то, что мы подумали, что себя забил Андрей Мишурок. Мы уже его поздравили, уже обрадовались за парня. И как раз получается момент, что я нахожусь на льду и краем уху слышу то, что меня объявляют. Я сначала даже не поверил, думал, может, что-то послышалось. Ну, получилось так получилось, уже ничего не изменить. У тебя какой никнейм с Аманди? Какой прозвище? Холод? Да. Кто твой самый ближний круг общения? Артем, Лех, Илья Рейнгард. Так, его зовут? В хоккейном мире, да? Мура. Мура. Рейнгард как? Рей, Рена. Денисом Венгаржановским тоже. Венгар, наверное. Ну да, 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 это Венгард. Потому что по фамилии очень тяжеловато его было, особенно первое время называть. Я пробовал об этом говорить уже с Михаилом Гуляевым. Продолжу с тобой. Кто самый авторитетный человек в авангарде, помимо капитана? Ну, тройку возьмем, да? Шеребзянов на первом месте. Кто второй, кто третий? Ваня Телегин. И, наверное, еще... Мне как бы нравится, что я бы взял Илью Паскурякова. Хоть он в команде недолго, но человек с таким багажом опыта, у которого стоит поучиться и стоит прислушаться к его словам. То есть Паскуряков немного команду уравновешивает, балансирует? Ну, да, да, да. Просто ты смотришь на этого человека и понимаешь, что ему уже 37 лет, если я не ошибаюсь, и как он подходит к делу, как он выходит на каждую тренировку. И задумываешь, что вот к чему надо стремиться, как подходить к тренировочному процессу. Кто самый веселый в раздевалке? Веселый? Ну, наверное, один из... Ваня Телегин, Богдан Киселевич. Кто из легионеров и всего трое ближе всего по менталитету к русским? Кто тянется к русским? Да, на самом деле, ребята все тянутся. Они всегда что-то открывают для себя новое. И бывает то, что пойдем куда-нибудь поужинать, и им куда-то попробовать новое блюдо. И они такие, ну, это вкусно, это русское блюдо. И как бы, ну, они все как-то пытаются помаленьку, потихоньку. У вас было два дня отдыха. Сейчас нагрузили так сильно, что вот пот блестит. Это видно. Чем занимался в эти два дня, пока отдыхал в хоккее? Даже не прижал на арену, просто именно психологически маленько нужно было разгрузиться. Это встретиться с друзьями, с родителями, увидеться. Сходили, восстановились там на массаже, в бане. И все. И с новыми силами вот мы уже здесь работаем, готовимся к выездной серии. Есть ли девушка, если нет, то какой у тебя женский идеал? Нет, девушка у меня есть. Просто ты говорил про отдых, и ее ни разу не упомянул. Ну, как бы, это практически каждый день вместе с ней. И все. Ну, это уже как бы обыденное дело, что мы всегда вместе везде. И все. И, соответственно, это вот с ней эти прогулки, с ней это вот кино. Идеал центрального нападающего для тебя? Идеал, но, наверное, Павел Датсук и Евгений Малкин – это такие два очень сильных, очень-очень сильных центральных, которые играют как в нападении, так и в обороне. Лучший хоккейст мира вообще? Берем и наших, и канадцев, и очагов. Нет, я все-таки буду, назову наших. Для меня, наверное, это из всех времен. Пускай будет. Возьму, опять же, центрального игр Лориона. Это было прямое, открытое, честное интервью с Холодилиным, с Никитой Холодилиным. А сейчас у нас скрытая камера. Хоккейные тайны. Петр Смольников. Нейн, расскажи мнение о игре, впечатление, коротко, как тебе это виделось, и все-таки какой ключевой был момент, когда уже упустили нить игре? Да, в принципе, сами отдали где-то и первый, и второй гол, наверное, от ошибки. Потом вроде одну в одну забили, и удаление. Много удаления, наверное, 3-4 удаления у нас было, и, в принципе, он гордил инициативу все руки. У них есть мастера, который реализовывает, и все, в принципе, там, закончено было сразу. У тебя нет такого дежавю, как в начале прошлого сезона? А у меня не было в прошлом году, я что, я не знаю. Нет, ну ты же летал так же, я помню, с Москвы вместе улетали. А, когда мы верили, что? Да, да, нет. Не, я же забыл, я даже не помню, как мы там играли сейчас. Ну, там тоже кувургались, нормально так. Ну, я сейчас, уж позволь, раз мы увидели, сейчас ты общался с Богом Харт, и остались теплые отношения, и если не секрет, о чем беседовали? Обо всем, о жизни, как он живет там, вот, какие новости. Он достроил дом? Да, у него там домов сто штук, он миллиардер уже давно. Поэтому, как семья, как чем занимается, как помощник Жаку, вот только что тоже звонили. Так, привет, привет. Вот, такая просто дружеская, теплая встреча. Какую-то оценку твоей игре он дал сегодняшней? Мою, нет, команды дал. Что сказал? Никому на камеру нельзя говорить. Недоволен? Угу. Недоволен. Возможно, вы спросите, а довольны ли омские болельщики новой новосибирской ареной? Ответить на этот вопрос мы попытаемся уже через неделю, ну, а пока никуда не переключайтесь, смотрите трансляцию на 12-м канале, а Овертайм продолжается. Как тебе я, Рэйн? Рэйн? Рэйн, да. Рэй, собеседник, на лавочку сегодня приезжал, постоянно подбадривал меня. Сегодня думают, может записать этот матч в актив. Вы с Ильей, ну, очевидно, что не первый день знакомы вместе, так или иначе, да, в мульскую систему проходили. Так, уже годы, даже лет пять уже знакомы с ним. Держитесь вместе, я так понимаю, не только в России, с делалки у вас сейчас в рядом, да, секретарь, но и целый? Да, конечно, всегда там после тренировок, после Ильи куда-нибудь съездим, где-нибудь покушаем, там, может прогуляемся, проводим время вместе. Какое блюдо Рэйн как-то больше всего и ест больше в количестве? После игр, бургеры. Бургеры? Бургеры и ребра. Помнишь, что я перед одним из интервью мне сказал, что ты сейчас не ешь сахар, когда валенщики хотели тебе передать шоколад? Вот, а что ты сейчас ешь? На что навигаешь? Я? На мясо больше. Бургеры? Ну, бургер могу себе позвать после игры. Я столько калорий теряю во время игры, так что это незаметно будет. Не так много, как и у меня? Не. Это прилип, и у меня. Ладно, спасибо большое, спасибо, парни. Вам успехов. Теперь молодцы, давай. Все что, давай. Субтитры сделал DimaTorzok